Девушки отдыхают Я, наверное, самый любознательный репортер телеканала «Радость моя». С большой радостью всегда читаю я ваши письма, которые поступают к нам в программу по обычной почте и по электронной. Сегодня у нас необычная программа. Я решил представить вам хит-парад самых популярных вопросов, которые вы задаете. Так, на третьем месте вопрос о том, как делаются компакт-диски. Это очень интересная тема, друзья. На компакт-дисках сегодня записывают все на свете. Игры, книжки, музыку, фильмы и даже веселые картинки. Но об этом поговорим в другой раз. Так, на втором месте, так, опять тема современной техники. Как делаются компьютеры? Открою вам секрет, друзья. Мои коллеги по творческой группе активно готовят ответ на этот замечательный вопрос. Так, и, наконец, вот первое место. Так, вопрос из письма. Вот, нашел. Дорогой Зубок, скоро Рождество, и мы украсим елку красивыми игрушками. Расскажи, как они делаются, такие замечательные. Света Виноградова из Москвы. О, вот это очень правильный и даже немножко сказочный вопрос. Предлагаю сегодня узнать секрет новогодних игрушек. Поехали! По секрету всему суету мы, друзья, расскажем всем, что откуда происходит, почему, когда, зачем. На любой вопрос ребятам мы ответ найти спешим, потому что все на свете непременно знать хотим. Итак, друзья, мы приехали в замечательный город Клин. В музей новогодней и рождественской игрушки, который называется Клинское подворье. Оказывается, игрушки для украшения елок на Рождество здесь сделали еще позапрошлом веке. Именно в этих краях живут замечательные мастера стеклодувы. Почему эта профессия называется стеклодувы? О, друзья, сейчас вы все сами увидите. Я и сам не знал, что такие чудеса бывают. Оказывается, елочные шары именно выдувают. Примерно так, как ваш папа надувает воздушный шар. Делать это очень трудно. И сразу разобраться в этом деле невозможно. Поэтому я попросил ответить мне на несколько вопросов местного экскурсовода. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Фролова Светлана Леонидовна. Я администратор выставочного комплекса Клинское подворье. Очень приятно, Светлана Леонидовна. А меня зовут Зубок, корреспондент Зубок. Мы находимся сейчас в сердце нашего музея, где происходит самое настоящее волшебство. И работают самые настоящие волшебники, которые называют стеклодувами. Они выдувают вот такое чудо. Я в руках держу формовую игрушку. Зубок, скажи, а ты можешь поймать воздух? Ну, сейчас попробую. Так, поймал, наверное. Да нет, ничего ты не поймал. А вот наши мастерицы могут. Они своим дыханием вдыхают стеклянную игрушку. Вот она, посмотрите. А как они это делают? Ну, и ещё, это у нас игрушка. Не просто, это формовая игрушка. Чтобы её выдуть, нужно прежде всего заготовить формочку. Ну, а теперь давайте разберёмся в этом поподробнее. Выдувать ёлочные игрушки – дело нелёгкое. Сначала мастерица берёт особые трубки, которые сделаны из тонкого специального стекла. Рабочее место стеклодува – это газовая горелка, из которой вырывается огонь. Вот на этом самом огне и расплавляют стеклянные трубки. Я раньше и предположить не мог, что стекло может плавиться. А оказывается, при высокой температуре стекло становится мягким, словно пластилин. И в этот момент ему можно придать любую форму. Что слепите, то и будет. Правда, руками его лепить нельзя. Стекло невероятно горячее. Чтобы сделать формовую игрушку, в расплавленном состоянии мастерица кладёт стеклянную трубку в специальную пресс-форму. А потом мастерица дует в один конец трубки, и воздух расправляет стекло изнутри по всей форме. И получается Дед Мороз или щелкунчик. Но пока игрушка находится вот в таком прозрачном виде, которое называется гольё, сложно узнать, что это такое. Более узнаваемая игрушка становится в зале, где художники её раскрашивают. Светлана Леонидовна, скажите, а куда мы с вами пришли, а? Что это за зал такой? Да, это ещё один волшебный зал. И действительно, здесь у нас работа самая настоящая волшебница. Я же говорила об этом зубом, да? Потому что мы говорим, что наши игрушки проходят много этапов. И в этом зале, в зале росписи, у нас расписывают игрушки-разрисовщицы. А вот у меня дома есть краски акварельные. Я смогу так расписать игрушки, а? Акварельными красками ты сможешь расписать. У нас на мастер-классе тоже расписывают акварельными красками, потому что они безвредны для детей. Но вот эти игрушки, это, конечно, расписывают специальными красками, не акварельными. Да, скажите, а кто придумывает такие узоры? Для того, чтобы наша игрушка попала красивой на ёлку, все эти узоры не просто так они взяли и придумали, и расписывают каждый мастер. Их специально на фабрике художники разрабатывают каждый узор на этой игрушке. И поэтому наши волшебницы-мастера, когда расписывают игрушки, они не могут себе позволить даже лишнего штриха. Да. Они всё делают по образцу. Ой, спасибо вам большое, Светлана Леонидовна, за ваш интересный рассказ. До свидания. Удивительно, вот эти самые щелкунчики Деда Мороза и матрёшки ещё недавно были просто небольшой стеклянной трубочкой. А теперь они нарядные, готовые украсть любую новогоднюю и рождественскую ёлку. Интересно, а стеклянные игрушки и замечательные расписные ёлочные шары можно сделать в домашних условиях? Спросил бы я об этом у тётушки Матильды. Да она как раз сегодня уехала на научный рождественский симпозиум учёных сок. Скорее всего, не у каждого дома найдутся и стеклянные трубки, и газовые горелки. А может, вы, ребята, сделали какие-нибудь игрушки своими руками? И вовсе не обязательно стекла. Расскажите мне об этом. Пришлите в адрес нашей программы фотографию своей домашней ёлки или вашей новогодней игрушки. А может, кто-то и игрушку пришлёт? Вот будет интересно. Буду ждать ваших писем, друзья. По адресу Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Телеканал «Радость моя» Зубку. На этом наш репортаж завершён. Примите, друзья мои, искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Всего вам хорошего в Новом году! По секрету всему свету мы, друзья, расскажем всем, что откуда происходит, почему, когда, зачем. На любой вопрос ребятам мы ответ найти спешим, потому что всё на свете непременно знать хотим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин